так ну что хотела сегодня начать не хотела провести вам сегодня трансляцию но по новым правилам ютубом трансляцию провести я не могу потому что нужно иметь тысячу подписчиков вот у меня они как-то подписчики не набираются я даже не знаю причину почему вроде видео каждый день стараюсь выкладывать но не набираются вот так что трансляцию провести я не могу вот вам так хотела но ничего не получается быстренько такое коротенькое видео вам сниму уже снимаю на youtube камеру сразу чтобы выложить значит что у меня вчера я видео не снимала вчера было воскресенье по идее сегодня я должна была выложить вам воскресное вчерашнее видео но не выложу его поэтому хотела сегодня снять трансляцию для тех кто меня ждет но не получилось я вчера приехала свекровь поэтому видео я не сняла у нас там есть очень очень большие проблемы сейчас семье но это касается свекрови и мужа вот поэтому она там кое-что требует с него вот он не хочет отдавать потому что от этого зависит наша как бы дальнейшее существо ну то как мы будем благополучно жить или не жить зависит от этого и не только наша жизнь и брата жизнь и мужа жизнь ну не сама жизнь а в общем как вот короче вопрос с квартирой вот поэтому она там кое-что придумала такое короче проблема в том что квартира может достаться чужому человеку вот поэтому муж сейчас и борется с этим муж вчера в воскресенье работал слава богу поэтому она его не доставала она его так достает мне его очень жалко он бедные терпит терпит потом выходит с себя и конечно это все сказывается на здоровье он вчера приехал поздно как довольно таки поздно с работы потому что они вчера считали филиалы и что там у них не сходилось короче говоря поздно он приехал и сразу я ему дала пылесос он позвонил чтобы я ему подготовила поехала в гараж пылесосить машину потому что кто-то там хочет ее посмотреть а машину давно он не пылесосил и там пенек опять я попросила с озера приволочить потому что будет скоро новый год и надо будет елку ставить на пенек вот чтобы она выше была кстати лайфхак лайфхак для тех у кого не хватает роста искусственной елки да покупалась одна хочется выше поэтому вот пенек натуральный вам в помощь очень классно это не табуретка это намного круче пенечек выбирайте себе высоты то что вы хотите устанавливаете елку муж прикручивает ее пеньку в пенек врезает шурупы и прикручивает ее чтобы кошка не сбросила и под низ я ложу синтепон это очень органично сверху синтепон снизу пенек выглядывает то есть смотрится как натуральная елка красиво на синтепон я шишки ложу круто я думал что у меня давно смотрят видели мою елку всегда гости приходят на новый год кто бы не пришел все всегда восхищаются моей елкой вот ну что так что мужа я вчера уберегла в принципе практически от этого но я очень рада что он встреча не встретился утром он встал она ждала на этот разговор глупые вот и он ушел на работу он встретился с ней только в лифту она вы заходила он входил она сказала что не поедет на дачу типа тут будет жить вот но поехала на дачу сегодня все равно в короче разборки семейные оно вам надо я думаю многих ника пристань у меня нет настроения с тобой заниматься я сегодня хотела пойти в эпицентр купить вот такой вот еще один кувшин мне очень понравился этот кувшин он литр довольно таки много днем это я вчера делала лимонад и звездочка бодиана вот лимонад легко делается любой хотите лимонный апельсиновый грейпфрукты любой и это кстати очень полезно для детей не всякие не напитки знаете а лимонад сделал вилочкой выдавил пол апельсина остальное кружочками выдавил опять же для красоты и получился лимонад и сироп я готовлю просто с сахаром ну это так не к тему конечно короче говоря я думаю многих такие семейные разборки проблемы нам вообще вот мы с мужем ходили и ну часто мы ника встань общаемся на тему того почему нам не повезло с родителями не с моей стороны не с его стороны к сожалению так сложилось наверное и бог нас так с ним повстречал скомпоновал соединил вот так что ника встань текай ляжь на место все вот короче так сняла вам коротенькое видео сегодня наверное видео сегодня больше не будет ну не знаю может начну снимать влог но он все равно выйдет только завтра если я его начну снимать я сейчас пойду спать я очень устала в субботу мы с мужем прошли 13 километров в центре вот и мы еле дошли домой уставшие пришли мы просто целый день были на ногах там и на ярмарку я готовила я вам снимала и еще 13 километров вечером пешком в воскресенье он ушел на работу вот в четверг мы ходили в баню в пятницу мы тоже как-то не особо отдохнули когда он был выходной короче говоря эта усталость накопилась и я вчера была никакая и вчера в 6 вечера уже просто вырубалась вот еле еле я вчера до десяти дотянула и вырубилась потому что виталину уложить было невозможно ну и дела пока там мы уроки поделали нам школьные уроки не задают но мы я ей задаю всякие свои задания ну к примеру списывание обычное там да с любой книжки либо же вот такие вот примеры вот книжка у меня двести правтов заданий вот на умножение на плюсование вот она делает видите вот ух ты она знает что такое дециметры сантиметры делает сама молодец вот короче говоря вот делается на задания такие списывалась книжки делала приклады и читала вот потому что все равно надо заниматься задают уроки не задают в течение недели не получается потому что задают уроки а вот на выходных надо позаниматься это не долго но Виталинка у меня усидчивая так что потом пока искупала ее пока покормила суши ели целый день вчера и позавчера ели короче суши это такая еда знаете вот хотите чтобы у вас все время еда была в холодильнике наготовьте сушь много или готовьте их постоянно и у вас всегда будет еда никаких проблем это еда холодная естся ее не надо не греть и дети с удовольствием поглощают рыбу ту которую не любят короче супер еда подходит вот у меня по крайней мере очень суши любят вот и даже с остатков там я сделала суши салат вот все перемешала и туда вот и тоже его съела он очень вкусный вот короче вот так вот у меня еще голубцов чуть-чуть осталось венегрет вот голубцы почти доели потому что свекров ела вчера ну короче такое брат мужа ел все мы ели и естественно вот остался с удовольствием пересыпала голубцы пюре вот осталось суши у меня винегрет голубцы надо какого-то супчика сварить но я пока еще не знаю какого думаю посмотрела Марину Иванову Иванову с ее грибным супчиком думаю может из сушеных грибов сварить суп у меня в холодильнике лежат сушеные грибы мои уже думаю сварить с вермишелькой с тоненькой будет вкусно так вот у меня мяса никакого нет надо курица скорее всего для этого всего вот погода сегодня холодная ветер сегодня у нас понедельник число даже не знаю какое сейчас посмотрю а она не включается часы вернее это число посмотреть не включается потому что в ютубе снимаю видео короче надо чтобы набралось тысячи подписчиков и желательно больше чтобы я начала снимать трансляции ну и то я буду пристраиваться потому что трансляции конечно это как-то для меня сложно дается я не знаю почему мне как-то я не могу долго сидеть знаете ждать пока соберутся вот это люди двадцать раз одно и то же говорить потому что все время присоединяются присоединяются может как сам вел делать типа пофиг типа говорить так и говорить не повторяться короче все равно надо тысячу подписчиков как минимум вот и поэтому трансляция у меня не получится можно там снимать с ноутбука но для меня это пока не вариант вот поэтому я трансляция не получается вот поэтому я с вами вот так вот поболтала и пойду сейчас завалюсь и засну вот так вот вот а вас всех люблю целую всем хороших хорошего хорошей недели удачной недели веселой недели не болейте всех вас люблю целую всем пока пока пока